И у меня следующий вопрос. Красной нитью через весь доклад прошла идея необходимости влечной экономике существования реализации Верховенства права. Что в вашем понимании Верховенства права, каким критериям должна соответствовать страна, чтобы можно было сказать, что Верховенство права реализовалось в этой стране? И как можно реформировать судебную систему, чтобы этот принцип реализовался в судебном решении? Верховенство права реализовалось в судебном решении. Очень интересное вопрос, потому что я багато делал интервью в украинских местописах, в украинских днях, и я для себя забил в углу переклад Верховенства права. И потом, сразу раз воротный переклад на английскую, я отримал диктатуру права. Мы должны быть очень осторожными, чтобы это не стало просто вороткой или вороткой. Но мы должны быть очень осторожными институтами, где мы можем верить, что все люди равны для права. Мы должны быть осторожными институтами, что все люди равны для права. И никто не может перекрутить закон в своих собственных интересах. И, конечно, это дотримание принципу докреженности гілок влади. То, что, например, уряд никаким чином не может влиять на судебную владу. И, в факт, это тоже не только с регистрацией, но и с администрацией, а также с администрацией.